Всем привет! Продолжаем изучать Spring и продолжаем изучать инструменты, которыми мы можем пользоваться в данном замечательном фреймворке. Итак, встала передо мной задача. Проблема такая. Как осуществить динамический вывод структуры? Как динамически отображать только те данные, которые мне нужны, только без лишних усложнений по типу граф Куэля? То есть, как можно сделать это все гораздо проще? Мы знаем, что у нас есть поле JSON Ignore. Мы знаем, что у нас есть поле JSON Ignore. Но JSON Ignore оно отключает всегда. А допустим, мне в каких-то случаях нужно его отключать, а в каких-то не нужно. А допустим, я хочу сделать более сложную иерархию, более сложную иерархию ответа. Допустим, я хотел бы, вот смотрите, вот это у меня мой некий REST API, да, где я возвращаю все данные, все данные. Как мы видим, у меня основное жирное поле это Body, это Body, да. Оно занимает большую часть пространства. Здесь вот везде практически, ну, в некоторых поменьше, но в некоторых Body большое. То есть, это у меня некий, скажем так, текст, который я могу использовать на... в Angular, в Angular. Допустим, Angular у меня делает запрос, и я ему возвращаю, возвращая какой-то вариант ответа. Но, допустим, я не хотел бы отдавать весь объект, а отдавать только какую-то превью. И вот для этих целей у меня есть Body, Min, Body, Min. То есть, здесь некое начало, скажем так, которое может подвигнуть юзера загрузить более жирную версию. А мне теперь все это нужно сделать как-то динамически, как-то динамически. И Spring нам, естественно, для данной задачи уже... Уже, уже, вернее, Spring уже содержит инструменты для решения данной типовой задачи. Как это можно сделать? Сначала я покажу вот... Вот моя модель. Вот моя модель. Это... Ну, вы, наверное, уже догадались по ID-шнику, что я использую Mongo. То есть, вот моя модель. Вот поля, да. Я хотел бы их каким-то образом динамически включать и отключать. Вот мой базовый REST API, который возвращает всю сущность целиком. Давайте теперь посмотрим, как можно это дело организовать. Для этого создается специальный класс. Обычно его называют View. И в нем, в нем встроят некую иерархию классов. Некую иерархию классов. Так, делаем публичный, статичный. Публичный, статичный. И, допустим, Min. Мы их не заполняем. А, это класс. Публичный. Мы их не заполняем. Мы голые. Мы сейчас просто описываем, скажем, иерархию, иерархию наследования. Теперь, а, паблик, статич. Боди. Опять и класс забыл. Класс боди. Который экстендится от Mina. И, допустим, Full. То есть, некая полная версия, некая полная версия. Который экстендится от Body. Окей. То есть, вот мы описали, скажем, некий, некий граф. Простой граф взаимоотношений. Теперь, каким образом мы можем данным графом воспользоваться, чтобы отображать нашу основную сущность с TR. Для этого используется следующая аннотация. Следующая аннотация. JSON View. И здесь, в скобочках, в скобочках мы указываем, мы пользуемся вот данной иерархией. Допустим, у нас был View, там, затем, Min, класс. То есть, я начинаю с низа. Только не вот здесь, это мне не нужно. Нужно вот здесь хочу. То есть, самый-самый минимум, самый минимум, который будет включен во всевозможные типы запросов, у меня будут Subject и Body. Subject и Body. Второй уровень, допустим, у меня это с Body. Это с Body, который у меня включает само тело и также некую-некую вспомогательную информацию. А именно, давайте, хэштеги, хэштеги и когда было создано. Опять я не скопировал. Так. Вот это, допустим, у меня будет... Всегда я буду игнорить. То есть, вот этот тип даты, который у меня хранится непосредственно на базе данных, он мне особо нигде не нужен, я заигнорю. Заигнорю в любом случае. И... Последнее, последний слой, самый высокий, это View. А хотя давайте я вот здесь вот, вот так вот. То есть, даты и количество просмотров, это когда мне нужна вся информация. Ладно, это не принципиально, в принципе. Я хочу лишь показать, как можно делать иерархию, а какую вы будете выбирать, это ваше. То есть, вот мы описали некую иерархию. То есть, Min, Min, это будет включено, включено во все, включено во все. Вот согласно данной иерархии. Body, Body, это будет, соответственно, включать Min и те поля, которые я пометил как Body. А если я использую Full, то это, соответственно, и Body и Min, согласно иерархии. Так, теперь мне нужно увеличить количество моих экшенов, то есть, методов, которые у меня ответственны за отдачу. Давайте я сразу пропишу пути. Здесь у меня Body, а вот здесь у меня будет Full. Окей. Find all Full, find all Body. И здесь также, здесь также нужно воспользоваться JSON View. JSON View и здесь, здесь, здесь я также должен использовать нашу... Нашу иерархию. Так, здесь у меня Body, а здесь... А здесь у меня Full. Так, давайте запускаем, запускаем. Так, запустил, давайте проверяй. По-корневому у меня реагирует минимальный напряг, то есть, Subject и Body. Вот, Subject и Body Min, вернее, Body Min. По Body у меня добавляются еще поля. То есть, само поле добавляется, хэштеги и одишник добавляется. И вся версия Full, то есть, прийти он и хэштеги. И я всегда игнорирую, всегда игнорирую поле, поле Created On. Вот такой, вот такой вот у нас есть еще инструмент. То есть, вместо того, чтобы использовать более сложные инструменты по типу GraphQL, вам порой хватит самых базовых таких инструментов для динамического отображения контента, который вы хотите. Изучаем Spring. See you next time!